Валютные пары С той целью, чтобы увидеть новые торговые возможности для заработка на финансовых рынках, посмотреть, как отрабатывали наши позиции, которые мы размещали раньше. И, в общем-то, сегодняшний наш обзор, как всегда, посвящен основным макроэкономическим новостям в том числе. Коллеги, я приветствую всех, кто в этот момент к нам подсоединился. Здравствуйте, у нас сегодня уже в чате появился Александр Суродин. Здравствуйте, Александр, на нули Мгибришвили. Приветствую всех. Кстати говоря, если вам не трудно, да, абсолютно правильно делаете, отметьтесь, пожалуйста, в чате, поставьте плюсики. Буду знать, что вы поздоровались. Если не трудно, напишите город вашей локации, тогда мы будем представлять географию сегодняшней нашей встречи. Андрей, здравствуйте, Вячеслав, приветствую вас. Хорошо, будем начинать, да, как всегда, по традиции, коротко о новостях, о тех новостях, которые, на мой взгляд, на сегодняшний день, вот, на данный момент являются более-менее интересными, да, которые так или иначе влияют на макроэкономическую ситуацию на нули. Город Москва, приветствую вас. Отлично. Хорошо, хорошо, коллеги. Хорошо, так, не будем терять зря времени, да, у нас отведено 30-35 минут на сегодняшний обзор. Технический анализ мы пройдем немножко позже, после новостей, да, посмотрим основные графики с использованием основных инструментов теханализа. Ну что, будем начинать, наверное, да, Екатеринбург, Наталья, приветствую вас. Ну вот, хорошо, хорошо, тогда начинаем. Ольга появилась. Ну, начинаем новости, да, со всеми остальными, кто чуть-чуть позже отметится в чате, я наверняка поздороваюсь после новостей. Главная новость в России, скорее всего, в ближайшее время будет это спасение финансовой компании «Открытие». Вот сколько заплатили россияне за спасение этой финансовой компании. История финансовой компании в одном случае благополучно разрешилась, все дружно выдохнули, но за скобками осталась цена вопроса. Ее, мягко сказать, стараются особо по возможности не озвучивать широкой общественности, и она, мягко сказать, немалая. С начала лета ЦБР уже закачал в открытие 333 миллиарда рублей в виде кредитов РЭПО, чтобы покрыть бегство корпоративных клиентов и частных вкладчиков, забравших в сумме больше трети всех средств со счетов. Открытие проведет дополнительную миссию акций. ЦБР их выкупит, став владельцем не менее 75% акционерного капитала банка. Для спасения абсолютно частного банка придется напечатать огромную сумму в 8830 миллиардов рублей. С учетом уже осуществленных в Ливане в банк сумма может достигать 1,2 триллиона рублей. Ряд российских частных финансовых компаний имеют тесные деловые связи друг с другом. Крах одной из них может привести к возникновению эффекта карточного домика. Так что кризис в который раз зальют деньгами. Запуск печатного станка естественно скажется на курсе рубля и инфляции. Инфляционный налог заплатят все. От грудных младенцев до ничьих пенсионеров. Так сказать, меньше из зол. Ситуация очень сильно напоминает крах супербанка американского банка Wall Street Lemon Brothers в 2008-2009 году. Естественно, такие моменты спасаются включением печатного станка. Минэкономразвития России вышла прогноз по инфляции в 2017 году. До 3,7% с предыдущих 3,8%. И сохранила прогноз на следующие три года на уровне 4%. Рыночная капитализация Сбербанка России по состоянию на вчерашний день составила 4 триллиона рублей. ЕС, Британия, Украина. Великобритания не планирует после выхода из ЕС соблюдать финансовые обязательства Евросоюза перед третьими странами, в том числе Украины. Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барния на пресс-конференции. В качестве третьих стран Барния назвал Украину, а также страны Африки и Океании. Этим государством ЕС пообещал выдавать кредиты, но теперь Великобритания отказывается от этих обязательств. И если от этих обязательств отказывается Великобритания, то от них должны отказаться все страны ЕС по логике. Многие налогоплательщики 27 стран Евросоюза не должны платить по обязательствам, которые взяли на себя 28 стран ЕС. Это не будет честным. В июле этого года власти Великобритании признали, что у них есть финансовые обязательства, которые нужно выполнять и после даты выхода из состава ЕС. Однако на этой неделе представители Великобритании объяснили, что данные обязательства ограничиваются последним платежом, который британская сторона внесет в бюджет ЕС перед выходом, говорится в обращении. Великобритания не ощущает на себе юридических обязательств платить под другим страном, поэтому ЕС с очень большой вероятностью после 2020 года вообще прекратит их финансирование в рамках действующих договоренностей. Что будет с Украиной? Ну, этот вопрос остается без ответа. Ураган Харви в США вернул силу продавцам нефти. Поставки нефти на техасские НПЗ по-прежнему затруднены. На воде стоит минимум 25 танкеров с нефтью, объем не менее 17 миллионов тонн. Запасы сырой нефти внутри страны могут тратиться более активно. Основная нефть на дрифующих танкерах пришла из Саудовской Аравии, Мексики и Венесуэлы. До появления новых уже предельно объективных данных по запасам черного золота баррель бренд остается в границах от 50 до 51,5 долларов. Этого проторгованного диапазона на рынку будет более чем достаточно для движения. Тем более, что новости по убыткам от прохождения Харви будут сейчас появляться ежедневно. Криптовалюты. Фонд Эфириум и Внешэкономбанк в России подписали соглашение о сотрудничестве во время конференции блокчейн «Новая нефть России», которая состоялась в Татарстане. 29 августа фонд Эфириум и Внешэкономбанк в совместном заявлении объявили, что будут развивать совместно новый исследовательский центр для изучения блокчейн-технологий, подготовки специалистов в этой области, а также для применения платформы Эфириум в России. Я благодарю своих коллег Веселина Петкова, Анну Кокареву, Владислава Антонова, Александра Розуваева и других аналитиков компании «Альпари» за предоставленный материал. Также материал был подготовлен с использованием других печатных средств массовой информации. Хорошо, коллеги, давайте посмотрим, что сегодня нас ожидает. Главное, что сегодня нас ожидает, естественно, рынок просто замер в ожидании «Норфан Перблс» по Америке. «Норфан Перблс» – это у нас количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. В 15.30 сегодня будут выходить новости. И главные новости будут выходить еще в 17.00. Индекс постепенного разгона инфляции, индекс деловой активности. Здесь целый пакет новостей вместе с уровнем по безработице. Количество новых рабочих мест, уровень безработицы, средняя почасовая заработная плата. В общем, сегодня спокойной пятницы не будет. Так что время зарабатывать. Движение и повышенная волатильность на валютном рынке фактически гарантировано. Но, опять же, защищайте, пожалуйста, ваши позиции стоп-лоссами, особенно во время выхода новостей. Хорошо. Вчерашняя статистика, которая вышла с одной стороны по Европе, нас тоже обрадовала. Движения валют тоже были, и особенно по доллару и канадцу. То есть выходили две важные новости. Вот. Вчера Европа показала индекс потребительских цен в зеленой зоне. Он оказался лучше предыдущих ожиданий и лучше прогнозов. Базовый индекс потребительских цен остался на том же уровне, но был лучше прогноза. В Америке личные расходы оказались лучше предыдущих фактических, но хуже прогноза. Расходы на личное потребление составили прогнозируемое значение 1,4%. Личные доходы в зеленой зоне увеличились лучше прогноза, да? 0,4%. Расходы на личное потребление базовый ценовой индекс остался тем же. В общем, коллеги, в общем-то по Америке плохих данных вчера ожидать не стоило, да? Они достаточно вышли в зеленой зоне. Поэтому что вот сегодня будет, вот в чем вопрос. Многие аналитики гадают, в какую же сторону пойдет цена, но в какую бы сторону она не пошла, мы всегда должны быть готовы к любому развитию сценария. Итак, переходим к техническому анализу, посмотрим графики с точки зрения технического анализа. Добрый день, Ярославль, Владимир, здравствуйте, да? Трейдеры из Ярославля у нас сегодня, Барановский и Хар, Витебск, Беларусь. Приветствую вас. Хорошо, коллеги, давайте переходить к техническому анализу, посмотрим, что произошло с валютами за минувшие сутки. За минувшие сутки, по сути дела, выходили новости вчера, да? И, естественно, валюты не остались к этому равнодушны. Вот в 15.30 вчера по японской иене произошел, да, то есть японская иена вчера укрепилась по отношению к доллару. Я говорил об этом, что вчера, вот вчерашний наш обзор как раз проводился в тот момент, вот когда мы определили, что структура текущего движущегося рынка находится в канале, да, и есть фактор замедления движения наверх. То есть есть здесь, ну, не дивергенция, скажем так, а индикатор уже показывает ослабление рынка, недобитие до верхней линии сопротивления рынка. И я говорил о том, что если будет пробита линия поддержки, то цена достаточно хорошо может уйти вниз. Сейчас это состоялось, и вот эту вот возможность нельзя было игнорировать, просто здесь нужно было зарабатывать. Естественно, наверняка многие трейдеры здесь поставили просто на пробой, ордера на пробой. Первым образом цена достигла целевой зоны вот здесь вот 161.8, да, здесь было замедление рынка, после чего цена добила четко в 261.8. Таким образом, здесь уже можно было фиксировать торговый результат. Сейчас идет коррекция вчерашнего движения. Чем все это может закончиться сегодня? Сегодня это может закончиться двумя вариантами развития событий. Один из первых вариантов. Здесь рынок может подняться, опять же, попробовать добить до ценового уровня сопротивления, да, вот здесь. Нижний уровень мы уберем. Еще разочек дойти сюда, с целью, чтобы накопить здесь позиции на пробой. Но пока у нас ускорение и моментум в красной зоне, значит, у рынка еще все-таки есть какие-то потенциалы движения вниз. В двух словах я все-таки напомню, какие инструменты мы используем для анализа рынка. Текущая ситуация – это элементы стратегии Profitsurfer, это Bollinger с периодом 100, это Momentum, Billa Williams, A.O. И ускорение A.S. Тоже Billa Williams, он показывает, скажем так, энергию рынка. Итак, если сегодня рассматривать движение за последние сутки по доллару и японской иене, то фактически у нас есть импульс, есть коррекция. Сейчас рынок двигается в направлении движения цены. Вот здесь можно прямо сейчас поставить позицию на продажу в расчете, что рынок еще сделает дополнительный импульс как минимум до нижней границы Bollinger. Либо вот до нижней границы. То есть рынок заходит в коррекционный канал. И если сегодня трейдеры попытаются заработать еще на японской иене, то есть те, которые вчера не сообразили вот здесь поставить позиции, то, как правило, рынок дает еще второй шанс. Но потенциал рынка в этом отношении может быть достаточно скуден. Естественно, посмотрите на касание рынка сотового Bollinger. Просто здесь нужно было, конечно, на отскок работать. Но я готовился просто к сегодняшнему обзору. Да, вот здесь я уже вот эту ситуацию не рассматривал. Но, впрочем, здесь на пробитие можно зайти. Опять же, что может произойти с рынком? Рынок точно так же может развернуться и пойти наверх. То есть здесь, как всегда, здесь есть два варианта развития событий. Но по стратегии ProfiSurfer, если немножечко обращать на нее внимание сейчас, у нас есть импульс, есть коррекция. С одной стороны, конечно, дивергенция, которая вот здесь вот, а она уже с пересечением нуля была, это первый сигнал, что рынок может и развернуться. Второй момент, рынок может эту дивергенцию отработать на 15 минутке. Это внутридневная торговля сейчас. На 15 минутке, да. И, в общем-то, сделать еще, вот именно на 15 минутке, создать дивергенцию уже с пересечением нуля. То есть вот какой-то вот импульс все-таки, вероятно, рынок может сделать. Но может, но не обязан. Хорошо, давайте посмотрим на австралиец. По австралийцу внутри дня тяжеловато торговать. Позиции были закрыты у нас несколько дней тому назад, позавчера, да, я говорил об этом, что здесь, скорее всего, нужно с этого рынка уходить. Он неопределенный, он непонятный. Здесь у нас хорошие входы были практически на шпильке. Под 4 часа мы увидели точки входа на часовке, да. То есть, де-факто, что необходимо здесь делать? Здесь просто нужно оставаться пока вне рынка. Есть импульс, есть коррекция. Возможно, здесь еще будет добитие. То есть, необходимо рассматривать, опять же, ситуацию и на меньших таймфреймах, и на больших. То есть, здесь, так сказать, определить основной рабочий таймфрейм нам определяет. И вот основной рабочий таймфрейм нам дает рынок. Там, где он аккуратный, ясный, понятный, где возникают паттерны, вот на этом рабочем таймфрейме нужно работать. Если у нас идет вот нечто, полет моли, да, обратите внимание, вот здесь просто у людей забирали деньги. Стопы выносили, пробивали, выносили. Вот, то есть, вот этот полет моли, желательно с ним не связываться. У нас был импульс, коррекция. Здесь вот мы на отбой заходили, да, здесь просто стоп поставили. Видите, вот, фактически те, кто заходили вот здесь на пробой, да, вот именно вот в этом графике, у тех просто, ну, наверняка здесь же ставили стопы, без убыток переводили. У них просто забирали деньги, да. Вот, так что здесь пока, трудно работать, трудно говорить что-либо по конкретным вещам. Возможно, рынок добьет до верхней линии Боллинджера, до верхней линии сопротивления. То есть, был импульс, был коррекция. Это первый вариант развития, ну, глобальный. Второе, рынок может просто вот вокруг сотового мувинга сформировать еще долгосрочную коррекцию. То есть, здесь прогнозировать что-либо очень тяжело. Поэтому давайте двигаться дальше. Новозеландец, да. По Новозеландецу за последний день, то есть, наш прогноз оказался достаточно точным. Рынок сформировал голова-плечи. И в прошлый раз я говорил, что рынок, ну, мог добить чуть выше. Но, опять же, до сотового мувинга, который представляет собой сопротивление, скользящее среднюю, да, рынок добил и ушел вниз. Сегодня может развиться ситуация следующим образом. Здесь может организоваться просто коррекция. Трехволновая коррекция, которая уходит наверх. После чего рынок может снова подойти к бывшей линии поддержки, которая сейчас является сопротивлением. Да, вот фактически вот здесь что-то сделать и снова пойти на низ. То есть, сейчас рынок переходит в коррекционную фазу. Импульс, сейчас коррекция. Коррекция обычно идет коррекционной фазой АБЦ. Здесь был достаточно сильный выход в противоположность коррекции. Да, и здесь, скорее всего, будет рынок встречаться с сотовым мувингом Боллинджера. От него нужно будет работать в отбой. То есть, это, опять же, нужно будет наблюдать. Это первый вариант развития. Второй вариант развития. Рынок может оказаться более глубоким и уйти к верхней линии сопротивления. Но, поскольку у нас здесь сейчас особо сильной дивергенции нету, то есть, фактически, да, вот на часе, скорее всего, здесь будет просто коррекция. И вот рынок еще может сделать вот здесь движение вниз. То есть, этим движением по тренду нужно тоже воспользоваться. Глобально, скорее всего, рынок будет двигаться с теми или иными откатами именно вот к нижней точке, да, или хотя бы вот к следующей вершине, вот сюда. Вот это ближайшая целевая зона рынка. Вот, хорошо. То есть, здесь ситуация ясна, да. Внутри дня ждем откат и заход вниз. То есть, по тренду. Доллар-канадец. По доллару-канадцу вчера закрыл я позицию. У нас стояла позиция на пробой по дневке, помните, да. Вот здесь я показывал, вот здесь она стояла. Вышли новости. То есть, перед выходом новостей я все-таки на всякий случай думаю, ну, поставить стоп. Да, то есть, если закроют по стопу, значит, закроют. Импульс был сильным. Совершенно правильно, я считаю, что поступил, да. Вот, фактически здесь мы взяли 83 пункта. Единственное, что, конечно, ну, другой, знаете, как постфактум всегда умный, да. Да, вот здесь надо было поставить стоп-разворот. Тогда бы мы просто наипульсе вниз еще заработали. Вот, но, что на сего, какой взгляд на сегодняшний день? Я уже говорил, что здесь формируется, скорее всего, может формироваться коррекционная волна А, Б, С. Именно вот большого тренда по дневке. И, как всегда, коррекционные волны преподносят огромнейшее количество, ну, неприятных сюрпризов. То есть, они двигаются так, что, ну, дать какой-то прогноз. Вот А, вот здесь может быть Б. Дать какой-то четкий хороший прогноз, паттерн там или что-то еще, то есть, невозможно. Потому что все равно где-то что-то будет сносить. Вот здесь, скорее всего, будет С. Вот. Единственное, что, конечно, после вот такого сильного импульса вниз, что ожидается? Вот здесь у нас находится линия поддержки очень сильная. Она как горизонтальная, вот по нижнему ценовому уровню. Она также и, вот, может быть и наклонной, вот здесь вот, да. То есть, фактически, обратите внимание, цент-цент, цена ударила. Здесь я еще разместил сегодня утром одну покупку. Возможно, сегодня еще будет отскок, движение наверх. Это первый вариант развития. Второй вариант развития – рынок просто может уйти на низ. То есть, пробить линию поддержки, да, и какое-то движение сделать на низ. Здесь я поставил удвоенную позицию для того, чтобы компенсировать просто убыток. Характер движения рынка в следующем импульсе может быть, ну, абсолютно разный. То есть, почему вчера произошел отскок и отбой по четырем часам? Ну, а здесь вот находилась линия сопротивления. Более того, которая еще и совпадает с трендовой линией. Поэтому рынок в какой-то степени ее отработал. Да, вот, после чего... Да, ее можно построить более-менее аккуратно здесь, да, вот так. После чего ушел вниз. Но, опять же, то есть, формирование вот таких вещей ведет к тому, что всегда есть как минимум два варианта. То есть, рынок снова добьет к ней, либо пробьет ее и уйдет наверх, да. Либо, сформировав вот в линию поддержки, рынок просто пробьет и уйдет. Но для того, чтобы пробить линию поддержки, рынок, естественно, вот здесь должен накопить определенную силу. Вот тогда, тогда вот здесь вот, ну, в какой-то мере еще пока можно работать здесь именно по движению рынка, именно, ну, сходящий циклин, да, можно так сказать. Можно еще построить вот линию сопротивления. Здесь рынок зашел за сотый мувинг, да, потом пробил и ушел вниз. То есть, касание сотого мувинга, отбой от него, но, скорее всего, то есть, вот здесь нужно будет прикрыть нижние позиции, которые мы сейчас сделали байды. То есть, мы ту позицию, которую мы сейчас купили, снова здесь нужно будет закрыть. Ну, естественно, на пожарный случай у нас всегда есть стоп-разворот по ключевой точке. Сейчас поправлю ордера. Стоп для верхней позиции, разворот для нижней, то есть в сел. Таким образом, куда бы рынок ни шел, мы всегда идем с ним в ногу. Так, доллар-франк. Вчера на новостях доллар-франк немножечко опустился, да, рухнул. Вот, честно говоря, я ничего не менял разметку, да, в нашем обзоре. То есть, вот как оно ушло, так оно и осталось. Фактически, рынок двигается сейчас в канальной структуре. И первый вариант, естественно, то есть, добой до верхней линии канала, да, и спуск вниз. Здесь рынок снова входит глобально в коррекцию. Опять же, вот тут вот, да, видите, да, после сильного импульса наверх, вот этот бой от нижнего уровня боллинжера. Давайте посмотрим сейчас свечи. То есть, вот в этом отношении поведение рынка может абсолютно быть разным. То есть, может добить еще вверх. Да, вот тут вот немножечко снова до сотового мувинга. Может снова отскочить вниз. То есть, здесь, ну, практически рынок непредсказуем. Здесь идет коррекция. Был сильный импульс, здесь был классический профит-серфер на пробой, либо вот по первой целевой зоне по Фибоначи по 23.6 заход, да. Мы говорили об этом. Сейчас рынок непредсказуем. Поэтому в этом отношении, как бы, здесь пока я пока что ничего не вижу. С одной стороны, конечно, здесь вот локально можно увидеть импульс-коррекцию. Вот, и сработать на пробой, да, вниз. Но с другой стороны, как бы, ну, тем более, что он залег на сотовый мувинг. С другой стороны, конечно, ну, вам решать. Вот, но если работаете на пробой, помните, как мы по иене зашли. Вот здесь нужно поставить консервативный стоп. Так, доллар-франк, вернее, франк-иена. А по франку-иен, не, у меня, помните, стояла позиция вчера. То есть, я сегодня ее закрыл, потому что рынок дал импульс наверх, то есть, в противоположную сторону движения. Скорее всего, здесь вероятность того, что формируется импульс-коррекция. Рынок может еще немножечко спуститься вниз и уйти наверх. Рынок может снова добить до и встретиться с нижней линией сопротивления, поддержки по Боллинжеру. Здесь можно локально разместить позиции на бай. Вот, и аккуратно посмотреть. Естественно, мы читаем с вами свечной анализ свечи, как формируются свечи. Здесь нужно увидеть разворотную формацию. То, естественно, стопы мы размещаем по низинам. Вот, первый вариант. Дожидаемся цены, которая коснется нижней линии поддержки. Второй вариант, конечно, можно, ну, скажем так, более такой вот... Ну, сказать правильно нет, но просто есть еще можно разместить дополнительную позицию по пробою вот этой вершины. И тогда стоп будет стоять вот по низине. Так, фунт-доллар. Это первый вариант развития. Второй вариант развития просто уходим вот именно отсюда. Так, фунт-доллар. Фунт-доллар практически то же самое сделал. Он ушел наверх. Здесь у нас по профи-серферу рынок надул пузырь, да, то есть импульс показал, добил практически до нижней линии поддержки по Боллинжеру. И импульсом ушел наверх. То есть я говорил о том, что здесь дивергенции нету, да, и рынок может еще уйти наверх. То есть это предыдущая разметка. Я мало что здесь менял. Да, вот здесь я говорил, что рынок может войти в фазу коррекции. Это может быть достаточно широкой. Но я просто не предполагал, что рынок провалится еще чуть глубже, да. Но тем не менее, пожалуйста, то есть рынок заходит вот именно вот в такую фазу. И скорее всего в ближайшее время нас ожидает еще один добой. Вот наверх, вот сюда. После такого сильного импульса. Вот здесь вот какая-то консолидация. Позицию на бай, которую мы стояли, здесь мы прикрыли. Я об этом не жалею. То есть абсолютно правильно сделали. Так что здесь, скорее всего, по фунт-доллару будет добой до верхней линии сопротивления по Боллинжеру. Так, хорошо. Коллеги, если зарабатываем деньги, поделитесь своим счастьем в чате. Поставьте плюсик, если все классно, все хорошо. Потому что, ну, с одной точки зрения, как бы, просто можно смотреть, да, аналитические обзоры. А с другой стороны, можно, как бы, принимать рекомендации в действии. Так, хорошо. Продолжаем дальше. Глобально, конечно, здесь можно смотреть, вот, как бы, с одной стороны, как бы, на часовке, да, мы встречаемся с сопротивлением. А с другой стороны, если у рынка потенциал сильный, может выбить еще наверх. Ирина, отлично. Поздравляю. Так, евро-доллар. Евро-доллар, 30-ти минутка. Что и следовало ожидать. То есть, в этом отношении, вчера рынок развернули, да, то есть, добитие до нижней линии тоже поддержки по Боллинжеру, да. То есть, рынок находится, более того, рынок еще сформировал здесь дивергенцию. Естественно, такие вещи, вот, без пересечения нуля, такие вещи игнорировать нельзя. Да, по 30-ти минутке здесь вот сразу было видно, что, да, то есть, что-то не то. После того, как здесь вот произошла фаза накопления, рынок ушел наверх. Но, естественно, вот такие точки разворота нам еще трудновато, да, вловить. Но, тем не менее, мы всегда входим по изменению тенденции. Тенденция изменяется, ну, скорее всего, что может ожидать сейчас здесь на рынке. Вот здесь идет пробой верхней вершины, да, ключевой, да. Вот здесь на 15-ти минутки можно посмотреть даже. Вот. И какой-то импульс может пойти наверх. И если остановимся на покупку, естественно, стоп-лосс мы должны поставить по вот этой вот низине. Алена по фунту в покупке стоит. По какой цене купились, Алена? Алена Острикова нам написала сообщение. По какой цене в покупке стоите? По какой цене вошли? Ну, хорошо. Будет желание, Алена, что-то написать в чате, пожалуйста. То есть в этом отношении 1,2888. Так, хорошо, отлично. Давайте посмотрим. По 88, да? Ну, хорошо. Практически вот здесь, да? У нас появилась здесь белая свеча. Здесь нужно было купиться, да? Там 94, 88, чуть ниже было. Вот, 7,88. Сейчас на нижней. Включим. Ну, в общем-то, да. Где-то здесь, где-то рядом. Вот здесь, да? Ну, что ж, хороший вход. Отлично. Спасибо, Алена, отлично. То есть у нас что здесь было? Ускорение у нас менялось, да? На зеленый свет потихонечку. Вот тут уже потом, правда, да? Здесь нужно было входить. Так, хорошо, коллеги. Отлично. Деньги зарабатываем. Поздравляю. Вот. То есть здесь, опять же, ситуация следующая. Пробиваем, ходим наверх, либо вот здесь вот аккуратненько получаем дисциплинированный стоп. Здесь вот, как бы, несколько ситуаций развития. Так, по индексу доллара нужно смотреть глобально. Здесь вот, опять же, для того, чтобы понять, что будет с долларом по отношению к другим валютным парам, нужно посмотреть на его индекс. Первое. Можем уйти глубже, вниз. А еще вот здесь добить до Боллинджера и уйти наверх в какой-то глобальной коррекции. Либо вот здесь сформировать уже, если действительно рынок наберет. Вот здесь вот силы, да? Можем сформировать покупки. Но больше я все-таки склоняюсь в приоритете, что сейчас доллар будет ослабляться. А, Б, С, все-таки рынок должен сделать после вот сильного импульса. Вот первое коррекционное движение волны А. Давайте обозначим. Вот волна Б, если она здесь завершилась. И, скорее всего, вот здесь будет волна С. Сейчас сделаем разметку. После чего уже будем смотреть развитие событий. Но это только так, предварительно. Ускорение моментум красное, поэтому, ну, по сути дела, у рынка есть сейчас потенциал уйти вниз. Доллар-рубль. Мы говорили о том, что рынок пробил линию поддержки. Пробил линию поддержки Боллинджера. Здесь было накопление на пробой. И я все-таки полагал, что второй раз рынок снова подойдет к линии поддержки. А бывшей, которая стала линией сопротивления. Но рынок этого не сделал, да? То есть он показал намерение, но, тем не менее, просто взял и ушел на низ. Что сегодня будет? Если глобально доллар будет ослабляться, пара доллар-рубль пойдет вниз. Если доллар будет укрепляться глобально, вот надо посмотреть, как закроется 4 часа. Если здесь снова будет вот такая вот неопределенная свеча или свеча разворотной формации, рынок может сформировать коррекцию. Но, в общем-то, как? Мы видим понижательное движение. И если здесь рынок начинает показывать нам именно вот такую структуру, да, то здесь можно увидеть, давайте я уберу лишние линии, да, здесь можно четко увидеть структуру определенного канала. Характер рынка, движение в канале, да? Вот, посмотрите. То есть, фактически, добой до линии поддержки, уход к линии сопротивления в верхней, после чего дальше, либо вниз, либо пробой ключевой точки. Вот здесь. Но пока об этом говорить не приходится, дивергенции нету, поэтому здесь, скорее всего, если рынок что-то будет делать, то есть, ну, с целью уходить на низ. Так, по золоту. По золоту что произошло? То есть, с одной стороны, как бы, говорилось о том, что рынок может уйти чуть ниже, да, сформировать коррекцию. Но вчера произошел, произошли покупки по золоту, да, то есть, золото показало границы широкого канала. То есть, что это значит? То есть, откупили вчера от предыдущей линии сопротивления, которую пробили, и она же стала поддержкой. То есть, практически цент в цент, вот по вот этим точкам. То есть, что может произойти по золоту? По золоту первый вариант развития событий. Рынок даст еще одну возможность, соизволит спуститься вниз к этой же линии, да, после чего можем уйти наверх. Второй момент. Вот после такого импульса, рынок может и не уйти на низ, просто, скажем так, пробить на меньшем таймфрейме линию сопротивления. Сейчас смотрим 15 минут верхнюю линию сопротивления. И вот как раз после пробоя верхней линии сопротивления пойти наверх. Естественно, работаем по ключевым точкам всегда. В таких ситуациях на пробой, да, если, конечно, вот не произойдет вот следующего момента прихода рынка к сотовому муллингу. Вот здесь можно разместить позиции на отбой, но опять же, мы должны почитать свечи, да, по профитсерферу мы с вами проходили, что, мы проходили, что если тень свечи находится на линии поддержки сопротивления, никто не отменял сотый мувинг как линию поддержки или сопротивления, да, то в таком случае можно рассматривать точки входа. Алексей, приветствую вас в чате, да. Маринин отметился. Отлично. Хорошо, коллеги, давайте так, то есть главные моменты мы посмотрели, да, по нефти, то практически нефть сделала то, что мы говорили, единственное, что не добило до нижней линии, вот точь-в-точь, да, поддержки либо уровня канала. Вот, и скорее всего, вот здесь, как я говорил, вот пробив эту точку, у рынка будет желание уйти выше. С одной стороны, что может произойти? Давайте сейчас уберем наши предыдущие разметки. Первое. Здесь рынок еще может уйти обратно в рейндж. Здесь рынок может сформировать фигуру. Пробитие в следующей точке уже однозначно говорит, что чуть-чуть рынок даст нам еще по нефти прибыли, да, и уйдет к верхней вершине сопротивления. То есть, ну, с другой стороны, конечно, вот рынок сейчас находится именно вот в таком неопрятном виде, коррекционная фаза, и глобально рынок нефти нужно смотреть все-таки через призму большее количество баров в истории или свечей, да, глобального масштаба. Значит, внутри дня, здесь опять же 5-15 минут, ну, не знаю, насколько кому легко торговать, но здесь наблюдается в ближайшее время либо коррекция, да, глубокая, с целью накопиться и пробить линию сопротивления верхнюю, либо все это уйдет глубже. То есть сейчас однозначно сказать ничего нельзя. Но очень вероятно, очень вероятно, что рынок может сформировать вот такую вот фигуру. Может сформировать вот такой вот клин. Ну, как бы, да, это свежий взгляд. У нас здесь линия сопротивления была, он ее пробил, отскочил от нее и формирует сейчас фигуру. Первый вариант. Второй вариант, ну, скорее всего, в любом случае, скорее всего, 54 или 55, 54, 84 или 55 долларов за баррель будет. Так, смотрим. Криптовалюта растет в цене 4773 доллара за биткоин сейчас. За одну штуку дают 5000. К бабке не ходи. Все идет наверх. То есть тот, кто вложился в портфель криптокапитал, ну, поздравляю, зарабатываете отлично. Там и лайткоин, и эфириум, и биткоин. Биткоин там 40%. Да, сейчас надо посмотреть, что у нас. Еще разочек уточню. Из чего у нас стоит криптокапитал. Инвестиционный портфель. Так, инвестиции, смотрим. Структурированные продукты, инвестиции. Инвестиционный портфель криптокапитал, да? Кому интересно. Хорошая возможность инвестировать. Ну, пассивные, как бы, инвестиции, пассивный доход сделать, да? Там есть вот такая хорошая возможность. Биткоин 40%, эфириум 30%, лайткоин 30%. То есть, портфель практически тоже растет. Обратите внимание. Все идет наверх. Вот здесь вот портфель даты запуска сервиса, да? И вот, пожалуйста, поздравляю инвесторов с заработанными деньгами. Так, хорошо, коллеги. Будем двигаться тогда к завершению нашего анализа. Еще небольшая вам вот такая мотивация, да? Еще раз напоминаю. Есть люди, которые критикуют, есть люди, которые советуют, да? Есть и очень маленькая такая вот толика людей, которые что-либо делают. Вот почему 20% людей в руках сосредоточено 80% капитала. Вот так вот. И 80% людей сосредоточено 20% капитала. Ну, так обычно говорят, да? Это золотая середина порядка. Итак, все, заканчиваем сегодняшний обзор, да? Я поздравляю всех тех, кто заработал денег на эту неделю. Неделя оказалась очень продуктивной, хорошей для активной торговли. Рынок всегда дает хорошие возможности для активной торговли. Просто их нужно использовать, да, коллеги? Можно даже похлопать в ладоши тем, кто сегодня заработал. И, в общем-то, опять же, я все-таки показываю некоторые свои позиции, тоже открытые по рынке. И еще раз говорю, что можно стабильно зарабатывать на финансовых рынках просто. Нужно успокоиться, иметь стратегию, вот, торговать с риск-менеджментом установленным. И один, вот, как говорят, один раз научился, да, освоил стратегию, да, и дальше можно зарабатывать всю жизнь, самосовершенствуясь, естественно. Хорошо, коллеги, сегодня в 12.30 с новичками пятый день базового курса по торговле на финансовых рынках. Сегодня завершающий день. Я думаю, что в ближайшем будущем наши ряды пополнятся стабильными трейдерами. Хорошо, коллеги, все, прощаюсь на сегодня. Спасибо вам большое. Слава, Алена на нуле, да, Алексей, все, кто отметился сегодня в чате. Вот, в субботу-воскресенье отдохнем от активных торгов. Отлично, если вы заработали денег, будет на что отдыхать. Все, коллеги, всем хорошего вечера. Но не расслабляйтесь, сегодня у нас в 15.30 еще в Non-Fram Paralse, и в 17.00 выходят новости, на которых тоже можно будет сделать денежку. Я с вами прощаюсь, и в 12.30 с новичками встречаемся снова. Всем хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok